здравствуйте сегодня у меня не очередной выпуск не связано с основными темами на канале не с садоводством не с виноградом не с пчелами и с экзотикой на подоконнике а связано с такой ситуации которая может произойти с каждым если бы честно говоря она со мной не произошла то я бы может быть даже и не поверил речь пойдет о беспределе управляющих компаний по-другому как то не получается никак это назвать поверьте говорить мне на эту тему не очень легко очень тяжело но так или иначе моя цель чтобы все-таки об этом узнала как можно больше народа потому что как я и говорю в этой ситуации может оказаться абсолютно любой человек никто от этого не застрахован поэтому прошу поделиться этим роликом в своих соцсетях в одноклассниках в контакте в фейсбуке в твиттере по ватсапу по вайберу разослать всем своим знакомым родственникам также прошу досмотреть этот ролик до конца ну и если у кого-то была такая ситуация если у кого-то есть подобный опыт может у кого-то есть знакомые юристы кто-то имел вообще как-то сталкивался с этим вопросом то напишите в комментариях только прошу пожалуйста выражайтесь очень культурно тема деликатная но тем не менее наш русский язык позволяет любые даже самые скажем так горячие эмоции высказывать очень культурно конечно же поставьте какой-то лайк дизлайк что-то напишите это поможет в продвижении этого ролика на youtube чтобы как можно большее количество народа узнал о нем это основная моя задача начну с того что как бы мы стараемся быть все-таки законопослушными гражданами и и хотя пандемии и жкх в стране в которой есть все ресурсы которые есть все энергоносители собственные так или иначе забирает огромную часть дохода но тем не менее мы все-таки стараемся всегда заплатить чтобы никому не быть должен теперь расскажу детально всю историю как все произошло мы делали ремонт в квартире его почти заканчивали и когда устанавливали в кухне раковину подводили воду к счетчикам вот видимо где-то я перетянул немножко и у счетчика прокладка побежал естественно я позвонил в управляющую компанию железнодорожного района города екатеринбурга чтобы вызвать аварийную службу но мне на это ответили что все бригады заняты какая у вас течь говорю ну не сильно капает то есть ну к вам приедем неизвестно когда и в принципе предложили мне вариант чтобы сорвать самому пломбу устранить течь потому что ничего сложного конечно не было нужно было просто прокладку поменять вот и потом сделать заявку на управляю управляющей компании железнодорожного района на пломбировку принципе схема как бы такая простая казалось но вот как-то вот честно говоря с этими пломбами как бы всегда как скупулезно к ним относимся какой-то был уже не предчувствие не хорошее я вообще весь процесс ра уже снял на видео сейчас кстати сделаю вставку посмотрите ну на всякий случай мало ли там какие-то будут претензии что ко мне претензий не было здесь прокладка побежала прокладка сорвалась все бежит вода пломба целая пломба целая где не порваны ничего не рвется сейчас пломбу срывая чтобы заменить здесь вот прокладку теперь пломба срыва показания счетчиков еще раз вот причина здесь бежит прокладка пломбы которые сорвал конечно же никуда не делал бьет на счетчик положу она была в наличии все сорвал пломбу сделал 19 но первого заявку чтобы управляющих компании пришла и опломбировала управляющей компании было как обычно опять дел много в итоге управляющая компания пришла 18 но 2 практически через месяц на пломбировку операция простая я думал что пломбируют вот пломбировщики пришли сказали сейчас снимут еще показания других счетчиков и вот тут началась какая-то неимоверная история которую понять сразу вот так вот как-то вот сходу не получается опломбировщики сказали что у вас есть замечание по двум приборам его составили акт написали там код 5 что это в чем проблема как бы разъяснять особо не стали сказали вам из управляющей компании позвонят вам придет разъяснение все расскажут и объясняют там ну ладно подписали все как бы пломбировщики ушли но тем не менее никто не звонил никто никаких уведомлений не делал а потом пришел счет на квартплату увидев который конечно в принципе ну я просто-напросто затрясло и вот тут уже конечно какая-то растерянности и вообще не непонятные мысли что же делать как быть естественно я попытался позвонить в управляющей компании и как-то выяснить ситуацию что произошло я ничего не понимаю в управляющей компании тоже было дозвониться очень сложно железнодорожного района как раз в отдел где занимается счет счетчиками и пломбировкой все равно ей дозвонился и вот тут я конечно узнал о себе много чего что в принципе сам даже предположить не мог разговаривать достаточно хамским обвиняли что мы якобы ставили какие-то магниты откручивали счетчики они стояли магнитные пломбы и они сработали я конечно сказал что это какая-то ерунда мы конечно делали ремонт может быть они сработали от электроприборов еще чего-то да и показания снимал вообще просто телефоном фотографировал конечно же то что какие-то магнитные пломбы у нас установлены представление не имела что они как срабатывают какие у них характеристики и вообще в принципе взял зачем мне это все нужно то я сам сорвал пломку я вас вызвал чтобы вы меня обвинили в том что я счета сама сматывая что-то магнитом там мало того по акту получилось то так что два прибора нормальных то есть две пломбы нормально и нет причем на холодной воде какой-то вообще обсуд но и естественно 150 тысяч квадраты штрафа как бы сам факт того что тебя обвиняют не понять в чем и слушать тобой не никакого суда без всякого суда без всякого следствия просто-напросто тебе выставляют счет по квартплате и все и ты автоматически превращаешься должника управляющим компаниям это очень выгодно шок был огромный даже постоянные зрители нашего канала видели что я неделю не публиковал ролики потому что ну невозможности ни физической и моральной просто напросто не было но приняли мы решение конечно писать претензию нанимать адвоката ну и как-то пытаться этот вопрос решить судебным процессом нарушение конечно со стороны управляющей компании целая куча написали на претензию отправили на что в принципе уже адвокату моему поступил звонок из управляющей опять же компании где конечно же не стеснялись ни в каких выражениях объяснили что мы обмачки что мы скручиваем счетчики что мы их там магнитом как-то облучаем вот чем только два как-то интересно тоже выходит конечно же сказали что у них это все налажено у них есть хорошие адвокаты у них есть результаты положительные судей то есть нам вообще ничего не светит ну естественно мы подали заявление суд я лишь хочу чтобы этот ролик увидели все чтобы возможно кто-то поможет советом это очень тоже важно может у кого то есть судебная практика у кого то может есть юридическая какая-то практика в этом вопросе для этого конечно опять же повторюсь за разошлите как можно больше этот ролик по всем своим знакомым друзьям по всем соцсетям которые у вас есть но и здесь напишите совет напишите комментарий хотя бы там три слова что он приходит в голову вот и поставьте там лайк дизлайк все что вы хотите чтобы youtube тоже подхватил этот ролик и начал его просто напросто не заметит он его никто не увидит никто не узнает то есть сделайте добро для себя и для ваших близких я вас очень прошу потому что самом деле пережить вот такое ну и это очень нелегко это очень сложно на самом деле пожалуйста прошу меня услышать